Сегодняшняя тема. Липосакция – одна из самых распространенных процедур в пластической хирургии. Однако несмотря на свою популярность, многие до сих пор неправильно понимают, что такое липосакция и для чего она выполняется. Сегодня мы разберем основные мифы про липосакцию и узнаем, можно ли раз и навсегда похудеть при помощи этой процедуры. Миф 1. При помощи липосакции можно похудеть. На первый взгляд это звучит логично, ведь при липосакции удаляется лишний жир, значит можно похудеть. Однако это одно из самых больших заблуждений. Жир на теле распределен в разных количествах и в разных слоях, причем даже под кожей он где-то плотнее, где-то рыхлее, а в некоторых местах залегает в виде жировых ловушек, которые даже после изнурительных тренировок уходят в последнюю очередь. Например, такие жировые ловушки есть в области боков и галифе у женщин. За одну процедуру липосакции можно убрать до 10% веса, это экстремальный объем. Но удаляется не весь жир, а только поверхностные слои, глубокие слои не застрагиваются. Станете ли вы стройнее? Определенно. Похудеете ли? Нет, потому что липосакция исправляет контуры тела за счет удаления поверхностных слоев жира, а глубокие жиры остаются на месте. Поэтому, если вы хотите похудеть, стоит прибегнуть к более эффективным процедурам, а липосакцию использовать уже на завершающем этапе для моделирования красивого контура тела. Миф 2. Жир после липосакции не возвращается. До сих пор бытует мнение, что после липосакции количество жировых клеток не восстанавливается, а набор объема если и происходит, то за счет роста клеток в размере. Это не так. К каждой жировой клеточке подходит кровеносные сосуды, а кровеносные сосуды окружены уже стволовыми клетками. После липосакции первое время жировых клеток мало, но их количество постепенно восстанавливается за счет превращения стволовых клеток в жировые. Обычно полное восстановление занимает пару лет. То есть первое время в зоне операции жир будет откладываться в меньшем объеме, но это временный эффект. А откладываться он будет, потому что излишек калорий должен в чем-то запасаться. Это означает, что липосакция – не панацея для поддержания формы, вам по-прежнему будет необходимо заниматься спортом и придерживаться здоровой диеты, чтобы избежать увеличения веса в будущем. Миф 3. Липосакция не вылечит целлюлит. Часто можно встретить мнение, что липосакция не помогает избавиться от целлюлита. Ведь целлюлит – это не просто жировая ткань, а подкожно-жировая клетчатка, прочно связанная с соединительной тканью. Поскольку обычная липосакция удаляет только жировую ткань, она не устраняет проблемы с кожей, вызванной растяжением соединительной ткани. Но если рассматривать ультразвуковую липосакцию, то она позволяет избавиться от целлюлита за счет внутреннего прогревания тканей и размягчения соединительной ткани. Миф 4. Липосакция поможет избавиться от дряблой кожи. Из разбора предыдущего мифа видно, что стандартная липосакция не нацелена на решение проблем, связанных с кожей, а нацелена только на удаление избыточной жировой ткани. Более того, иногда удаление лишней жировой ткани может привести к появлению дряблой кожи из-за потери объема в той или иной зоне. Уменьшить эти риски позволяет ультразвуковая липосакция. За счет воздействия ультразвука и прогревания, кожа продолжает усаживаться вплоть до полугода после операции. Для обычной липосакции этот срок составляет около месяца-двух. Стоит понимать, что даже активная усадка кожи может оказаться недостаточной, поэтому в ряде случаев лучше всего совместить процедуру липосакции с процедурой подтяжки кожи. Публикация от Артур Казгиревич Дзотцоев, собака Диар нижнее подчеркивание Дзотцев, миф 5, липосакция предназначена только для женщин. Этот миф касается не только липосакции. Многие думают, что большинство процедур пластической хирургии предназначены исключительно для женщин. Фактически, липосакция – одна из самых популярных процедур, к которой прибегают мужчины не только для борьбы с лишним жиром в области живота, бедер, груди и рук, но и для прорисовки мышц и создания более брутального телосложения. Миф 6. Липосакция – нехирургическая процедура. Как правило, липосакция не требует больших разрезов и не оставляет заметных шрамов, но, несомненно, это хирургическая процедура. Большая липосакция должна выполняться в условиях стационара под общим наркозом. Она требует пребывания в клинике в течение суток после операции, после операционного ухода и восстановительного периода, в течение которого пациентам рекомендовано ношение компрессионного белья. Специальное белье помогает минимизировать возникновение синяков и отеков после операции и способствует лучшему заживлению тканей после процедуры. В свою очередь, малые липосакции, например, липосакция шеи, относится к амбулаторным процедурам, то есть, занимает пару часов, и вы сможете отправиться домой в тот же день. Но даже в этом случае, вашему телу потребуется несколько недель, чтобы восстановиться после операции.